Привет, давно хотел поговорить на эту тему, планировал съемку задержанного подъема, все данные в углу экрана, да вообще много чего я в этом году планировал. Даже не планировал, а лучше сказать загадывал. Для меня разница между этими понятиями очевидна и бьет резко под дых, если спутать. Планировать для меня означает выполнять или просто делать все возможное, чтобы прийти к цели. Хотя цель это тоже уже из другой оперы обязывает еще больше. В модных книжках по личностному росту, например, можно увидеть советы, где тебе говорят ставить конкретные цели и идти к ним. Конечно, это в какой-то степени хорошо, но посоветую здесь разобраться сначала, что есть для тебя план, что цель, а что так просто. Было бы прикольно завершить, получить, достичь как бы бонус. Приятно, но не обязательно. Можно расслоить эти приоритеты еще больше. Главное не запутаться и не увязнуть в оправдании или запутаться в объяснении, почему то или иное не было сделано. И конкретный пример. Стать лучше по ваттам это цель на сезон. Поднять планку максимальной выдачи силы за 20 минут на минимум 10 ватт это план. Поднять силу за 20 минут на более 10 ватт это уже приятный бонус. Приятным бонусом, если мы возвратимся в начало этого видео, были бы кадры зверского подъема, ваты, пульс, скорость, все дела. Но не случилось. Что, как видно, неплохо, видео все равно вышло. И основной момент, о котором я хотел поговорить сегодня, это объективизация тренировки. Да, есть субъективная оценка, это типа, я был сегодня хорош, потому что так себя чувствую. А есть объективная. Я был хорош, потому что такой-то, такой-то показатель стал лучше, чем вчера или на прошлой неделе, или в прошлом месяце и так далее. Как понять, что ты движешься к цели? Как понять, что планы не сгорают по срокам? Как радоваться приросту производительности, который произошел вне ожиданий? Простой пример. Стройка. Цель закончить летом постройку дома. План размечен. Понеделем, например. Приятный бонус и премиальные будут, если закончить раньше. Как строители узнают, что все движется в правильном направлении? Они могут элементарно каждый день взглянуть и оценить, сколько работы сделано, сколько еще нужно. Например, домик маленький и счет просто до безобразия. Тут залить цемент, там поставить стену. И теперь, как сделать преследование цели аналогично легким, на одном из лучших и самых простых устройств для оздоровления тела в любое время года, велосипеде. Люди катаются летом, чувствуют кайф, и я их, конечно, понимаю, велосипед вообще кайфовая штука. И в зависимости от поставленной цели, типа, эй, я на датчику поехал на велик, кайф, потом шашлычок, пивас, природа. Вот это да. Немного нужно для такой цели просто крутить педали. Конечно, в данном случае о поздравлении говорить не приходится, как и об объективности. Для всех же остальных, кто хочет знать, где он и в каком направлении идет на данный момент, доступны, и я подчеркиваю, именно доступны различные сенсоры. И кто ими не пользуется, будет так или иначе хуже прогрессировать, если вообще. Ваттметры дорогие, да, велосипеды тоже дорогие. Я не понимаю, как можно ожидать от техники, которая оздоровляет тебя каждый день при использовании чего-то иного. Кстати, касаемо ваттметров, первые от немецкого SRM продавались только избранным по цене в 10 тысяч долларов. Так что сейчас, межсезон, стейджи с 400 евро, новый, это как подарок, без иронии. Напиши, сколько тебе нужно времени, чтобы накопить на такой ваттметр, и почему ты до сих пор не начал этого делать. Я бы в любом случае советовал поставить покупку именно этого сенсора вне очереди. Хотя для начала разумнее, конечно, велокомпьютер, который собирал бы все данные, если такого еще нет. Посмотри, чтобы он отдал анклус сенсором и поддержки ваттметров, и бери самый доступный Garvin, который только есть. Что касается ваттметра, это самое лучшее устройство для объективизации тренировки. Ни один из других сенсоров не обладает такой простой и понятной подачей данных. Больше нигде нет такого малого количества переменных. Ты либо давишь свой ватт, либо нет. Например, в субботу я попробовал покататься на роллере, первый раз в этом году, и вообще не шло, не выходил на значительное время больше 200 ватт. Встал в тот день часов 9 или даже 10, и был как пьяный, или сам не свой весь день. Прекращаю попытки и еду в спокойном темпе. В воскресенье же встал рано, все топ, на улице был более получаса в зоне выше 200 ватт. Был рад результату и поставил несколько пиар, лучшие 20 минут в длительный поезд и пару сегментов на страве. Все остальные сенсоры обычно советуют покупать сразу, сначала. Но такие советы исходят исключительно из желания сэкономить. Конечно, все остальные сенсоры дешевле, и поэтому их можно купить сразу. Но тут не нужно путать желание сэкономить, что отлично, конечно, с более разумным выбором в принципе. Из всех сенсоров можно сэкономить только на одном, это скорость. Абсолютно нулевой показатель для любителя, который хочет начать тренироваться, наращивать базу. Именно для новичка объективизация важна больше всего, чтобы с самого начала понимать, что ты вообще делаешь. Когда я начинал катать, у меня был только один примитивный датчик скорости, в котором провод на само устройство на руле тянулся от вилки, где сенсор считывал повороты колеса за счет магнитика. Я нихрена не понимал, что я делаю, я просто ехал, у меня были циферки скорости, я знал, что держать выше 30 это круто, и внизу еще показывался километраж, так что объективный вывод в конце тренировки был такой. Я проехал больше, чем в прошлый раз, это типа круто. Но вот скорость не выше 30, это не круто. Сейчас у меня на страве данные тренированных ребят, которые летают несколько раз на Майорку в год, они не катают за команду, это просто любители, их средняя скорость редко выходит за 30, особенно при дальних соло поездках, особенно при поездках по нашим мелким городам в округе. Но что я знаю сейчас, это не факт прошлой некрутости, ведь средняя скорость меньше 30, иногда даже сильно меньше. Я знаю, что я катаю по оживленной дороге, я знаю, что лучше притормозить, если на велосипедке идет семья с ребенком, не на поводке, или как там их обычно водят. Малые иногда тупее свинок, нихрена не понимают, нужно притормозить эго и сократить среднюю скорость при этом, чтобы никого не поранить. Главное сейчас это ваты, в тех ситуациях, когда ничего не мешает, и я не хочу кому-то мешать своими целями. Конечно, важен пульс, он хоть и зависит от огромного количества переменных, когда я еду, например, через какой-то город, у меня пульс такой, как будто я уже сразу начал вдавливать на всех парах. Но пульс может быть показательным для основного количества тренировок, которые должны проходить в спокойном пульсе. Опять-таки, если не скромно вставить обо мне, то большинство моих поездок на неделю это на работу, я не напрягаюсь, поэтому на выходных поднимаю интенсивность. Этот вариант в моем случае работает, и об этом я узнаю по показателям. Так что не имеет смысла придумывать какие-то особые тренировочные интервалы, если самое главное, после тренировочный анализ выполнить за неимением объективных данных не удается. И, конечно же, каденс, или частота вращения педалей. Оно подойдет не столько для послетренировочного анализа, если вы смотрите на среднее число, а для выполнения плана. То есть, как прораб, видишь, что если твой работник постоянно отвечает по телефону, ватсапе или вайер, то каши не сварить. Так и здесь. Да-да, я номинировался на самый неудачный пример этого года. Так вот, так и с каденсом. Если ты набрал обороты по силе, то дольше всего ее продержать получится при каденсе 90 и больше. 90 среднее число, на которое стоит ориентироваться. Подытоживая, ватт – это то, что ты делаешь, пульс – это то, как ты себя при этом чувствуешь, каденс – это то, как ты это делаешь, ну а скорость – это то, чем ты можешь поделиться с мамой или любым другим человеком, не сведущим в деталях велоспорта. И в данной связи будет круто перестать заниматься слепыми покатушками, заняться вплотную объективизацией тренировок в зависимости от целей, опять-таки поставить эту самую цель, поставить планы. Можешь поделиться этим в комментариях под видео, неважно, какой у тебя уровень, все относительно. Спасибо за просмотр. До-до. До-до. Субтитры сделал DimaTorzok